Ну что, я с особенным удовольствием буду рассказывать вам про Павлова. Вы знаете ли, что некоторые исследователи выделяют четвертый отчат пробуждения, таблию, где были захаровцы. У них был тоже своеобразный поворот, но главных три, Кавказ, Украина, Петербург. Поэтому захаровцев можно оставить, да. Значит, характеристика личности Павлова. Вот Рашбруг пишет о нем, он был дан своим родителям, как Самуил своим родителям. После долгих молитв у них не было детей, позднее дитя родилось у них. И они с самого начала его посвятили Господу. Это были молокани. Поэтому они любили, молокани, да, мы про Павла говорим. 1854-1924, 70 лет. Родители молокани, это значит любители Библии. Поэтому он учился читать по Библии. В пять лет он уже вслух читал родителям Библию. Они огромное уважение в нем воспитали в Библии. И эти же родители потом очень горько противостанут его крещению и что он будет баптистом. Очень горько противостанут, потому что что для молокан? Павлов, благодаря своему происхождению от молокан, будет изумительным дискуссионером проводить дискуссии с молоканами. Он понимает их нутром. Молокани не понимает, зачем нужно крещение взрослых. И почему не принять крещение такое, как они крестят, чтобы исполнить всякую правду. То есть центр возрождения. Это было непонятно. Это главное, что он им объяснял. Он будет в течение своей жизни, он будет пресвитером Одессы, пресвитером Москве. Он будет издателем журнала «Баптист». Мы очень много таких его видов активности. Здесь у меня есть статья «Слово веры», освященная Павлову юбилею. Значит, смотрите-ка, проповедник, богослов, публицист, христианский историк, правда о баптистах, вот здесь, в первом альмонахе. Первый христианский историк, правда о баптистах, в 1911 году. Лингвист, мы прочитали уже знания языков, да? Один из основоположников евангельско-баптистского движения в России. То есть, вот, все области деятельности. В 16 лет он пришел уже к пониманию, самостоятельно пришел, к пониманию необходимости принимать крещение. И вот он крестился в 17 лет у Воронина. Вошел в очень горькие противоречия, его побили даже родители за его веру. Рашбрук, но главное, что он говорит, он отмечает три черты, которые запомнить вам и взять себе на стенку повесить и следовать этому. Черты его характера. Ревностность, основательность и мужество. Ревностность, основательность и мужество. Ревностность в проповеди, в познании слова. Основательность. Он никогда не довольствовался поверхностным знанием. Вы знаете ли, основательность. Он должен был, если он проповедовал, он должен был этот текст со всех сторон рассмотреть. Вот понимаете ли, даже вот мы сегодня, вот слушали, брат, сколько нам показал сторон в том отрывочке, что он прочитал. И то он взял не все стороны еще. Потому что это действительно очень интересно, что Бог не дает всю землю и не дает нам с вами все наши поприща сразу. Он хотел дает нам учиться, потом пробовать свои силы там и там. А, правда, это то же самое. Мало-помалу. Мало-помалу. И это связано с нами. И в Библии очень много таких моментов, которые говорят, я пойду так, как стадо пойдет. А в стаде есть дойные, есть с козлятками. Вы помните, я говорю, я не могу быстро идти. Я пойду так, как пойдет стадо. Там есть дойные, там есть с козлятками эти самые козы. И я не могу быстро идти. Вы помните этот сюжет? Это очень интересно тоже, что ты приноравливаешь свой шаг к тем, кого ты пасешь. Пресвитер не может забегать вперед своего стада. Пресвитер не может надмиваться над стадом. И потом вот эта вот основательность. То есть ты видишь библейское значение, то значение историческое. Ты видишь, что оно значит для нас сегодня. Какие уроки мы можем извлекать сегодня. Это вот есть основательность знания Писания. Если мы просто выучили поверхностно, это мы ничего не знаем. Значит, мало иметь ревностность. Надо иметь основательность. Основательность – это иметь основу. Основа – это Божье Слово. Основательность – это знание хорошего Божьего Слова со всех его сторон. Мужество. Мужество, потому что, вы знаете ли, нам всем надо иметь мужество. Мы с вами и то переживаем и страдаем, что в аптистам отношения преднебрежительные. А во времена Павлова отношения были прямо враждебные. Убийственно враждебные. Со стороны доброго православных. Со стороны еще своих молока. Понимаете ли как? Почему мы тоже испытываем такое отношение? Вы знаете, что православные непрерывно, не уставая, не закрывая рта ни на минуту, клевещут и клевещут и клевещут. Понимаете ли, на баптистах? А мы будем поддакивать. Нет, надо иметь мужество противостать этому. Мужество противостать. Потому что, вот я вчера с наслаждением слушала молодежь в колледже, которая выступала. Я все время молилась и благодарила Бога, и славила. Потому что люди от всего сердца говорили о своей любви, о своей преданности и о том, как они были свидетельством. Как они, как муха в паутине, в паутине болтыхались до своего обращения. Один в одном, как муха у паука, а другой в другом, потом Бог освободил. Понимаете, дивные свидетельства. И поэтому, имея такие облака свидетелей перед нами, надо иметь мужество защищать это убеждение, которое должно быть основательным. Ты защищаешь не потому, что ты принадлежишь какой-то партии, а потому что так Бог говорит, так написано в Писании, так в самом деле написано. Запомнили? Ревностность, основательность, мужество. И вот, дорогой брат Рашбрук, так все это точно назвал, он всегда стремился достигнуть определенности и законченности умственного воззрения на истину. Определенность, он должен понимать хорошо, что он говорит, и законченность, то есть все стороны рассмотрены. На диспутах он имел такие сильные логические доводы, что никто не мог противостать. Он имел диспуты с Малаканами, позже он будет иметь диспуты с православными. И вообще диспуты занимают такое большое место. Это будут диспуты и после советской власти, и после революции, и вот до революции у Павлов, а после революции это будет Марцинковский, это будет Проханов. Диспуты, искусство диспута, логические доводы. Он приводил места священного писания для Малакан. Малакане – библейские люди. Где это написано? Вот так написано. Он должен был найти места, не просто место прочитать, он должен был это место растолковать, объяснить основательно, все стороны рассмотреть, убедить противника, или, как сказать, кто перед ним сидит. Вот этот вот Иванов, он старше Павлова на 8 лет. Значит, этому было 17, а этому, значит, 25. Но он считал Павлова своим учителем, во всем советовался с Павловым. Он Павлова считал старшим. Поняли, да, насколько основательность была у Павлова? Вот. Некоторые высказывания Павлова. Пресвитер – это не особое сословие, но особое служение. Пример. Духовный наставник, который не господствует. Павл был очень демократический человек. Он никогда не стремился господствовать. Вы понимаете ли, стремление господствовать – в этом какая-то ужасная дурость есть, ужасная глупость. Если у тебя есть знания, и ты ими делишься, авторитет придет само собой автоматически, потом не заботься об этом. А если ты хочешь господствовать и таким путем добиться авторитета – это ужасная глупость. И вот он говорит, это не особое сословие, это особое служение. Пример, духовный наставник – это трудное дело, которое не господствует. Второе у него утверждение было – мы, христиане, а баптист – это название историческое. Ну, историческое название. Он, правда, о баптистах, он начинает с Джона Смита, английских баптистов, потом швейцарских рассматривает о баптистах. Понимаете ли? Это историческое название, потому что не только мы пришли к пониманию возрождения, но к этому пришли английские сепаратисты, будете изучать. К этому пришли швейцарские анабаптисты. По долгом размышлении, по долгом изыскании и заплатили те и другие, и третьи жизнью, что так написано. Это точно так говорит Господь. Вы помните, как в Библии часто спрашиваются, точно ли так говорит Господь? Вот так точно говорит. Поэтому баптист – это понятие историческое. А главное что? Христиане. Мы христиане. Надо быть христианином, а не сектантом. Он выступал против узкой догматики. Что-то усвоил вот что-то. Ты давай дальше, читай дальше, развивайся дальше, понимай дальше. Расширяй свое сердце, расширяй свой разум. Да, ты находишься в этом русле. И он сам сказал, русский баптизм – это я. Понимаете ли как? Но потому что он широко это понимал. И вот первую очередь исторически написал. Павлов умел беседовать с противником, не оскорбляя его. Он уважал его. Там будут такие ситуации, вы знаете ли, православные против баптистов выдвинут миссионеров православных. Миссионеров среди своих же, так сказать, русских, которые инаковерующие. И был такой миссионер Головкин, который нападал, оскорблял, обзывался. Павлов никогда не унижался до этого. Представляете ли, он умел уважать противника. Ну тот так думает, или так понимает, или ну такой вот, ну такой вот. Или научим так. Или ему платят за это. Или как, ну понимаете ли, ну... Ну то есть это не унижай себя. Не оскорбляй другого. Он уважал противника. Его взгляды на организационные моменты были демократические. Он признавал несогласие. Вы знаете, ну оставим, оставим так. Он многому научится от Пашкова. Там будет у них общий съезд, где он будет потрясен и покорен русской аристократией верующей, которая допускает, что многие несогласные моменты, это от Пашкова пойдет. Но Павлов целиком это примет. Надо оставлять до времени. Опять вот мало-помалу. Ну не может мужчина все понять вот. Ну мало-помалу. Ты несогласен, ты думаешь по-другому. Ну подождем, оставим, отложим. Мы не будем решение принимать сегодня. Мы не готовы принять решение. У нас есть несогласие. Оставим, помолимся, почитаем Борислово, порассуждаем, поговорим с ним. Вы понимаете меня? Не так решат, что вот... Ах! И вот Павлов такой был. Демократическое понимание. Он признавал несогласие, полемику, независимость поместных церквей. Апостол Павел говорит, если вы иначе мыслите, да, вам потом Бог откроет. Вам и это Бог откроет. Вы помните эти слова? Вопрос. Вы знаете, что у него не изъяны, у него трагедии были. Я не надо... Вот давай послушаем. Просто у него будут много трагедий. И, может быть, эти трагедии, они его и сделают таким. В глубочайшей работе Каргеля, послание к римлянам, которое я вот как раз перед приездом к вам медленно читала, там написано, очень многие люди страдания хотят отмахнуть от себя, скорее выбраться из них, не изживая, не беря тот мед, то научение, которое страдание предлагает. Вот Павлов, он будет уметь брать этот, изживать этот мёртвый. Ну, а пока... Это действительно фигура очень удивительная. Ну, вот у него... Хотите трудностей, пожалуйста. Будет великий баптист, баптистский Соломон. Мазаев. Вы знаете ли, что... Это династия Мазаевых. Это Мазаев тот самый, который... Один из Мазаевых, омский, вот сейчас вот. Знаменитый овцевод на Кавказе. Есть Мазаевская овца. Тонкоруды, шуршурка-альвистая, такое руно. Видите, какой авторитет? Это... А что имя такое странное? А? Имя странное. Мазаев? Типичная алтанская. Авдея. Авдея Иванович. Вот. И был Гаврил Иванович, его брат. Замечательного есть воспоминания, не нашла у вас я. Воспоминания Гаврилы Ивановича. А в церковных он должна того, чтобы быть пирожка. Вот. Я, если найду, я посмотрю. Я прочитала вам тогда отрывочки. Там очень интересно он пишет. И вот он пишет про Мазаева. Как его отец изгнал. Как он уверовал, как ему страдал за веру. Этот Мазаев был полной противоположностью Павлову. И он был очень жесткий. Мазаевский баптизм жесткая централизация. Никакие другие общины не смеют иметь никаких. Павлов признавал независимость, другое мнение, полемику. Мазаев ничего этого не признавал. Очень жесткая централизация такая была. Вот. Ну, Мазаев своя сильная сторона была. Он поощрял предпринимателей. Были проблемы, потому что у них не сложились такие вот глубокие христианские отношения. То во время страданий Павлова, Мазаев не будет ему помогать, чем вызовет тоже горькие переживания. Но, понимаете ли, как? Ну, одна сестра меня спрашивает. У тебя что? У тебя есть люди, с которыми у тебя психологическая несовместимость? Я говорю, ну, есть. Ну, и как же ты с ними поступаешь? Я говорю, я по-христиански, я прощаю и молюсь. Это великая вещь. Молиться за обижающих, молиться за гонителей, молиться за врагов вообще. А это просто, ну, несовместимый. Если сестра так задумчивают. То есть ты решаешь проблему христианским путем. никуда. Потому что... А что мне еще делать? Вы понимаете? Ну, несовместимый. Ну, я пойду убью его, чтобы мы тут не возникали проблем. Поэтому вот здесь у них была вот такая вот несовместимость. Потому что Павлов был бесконечно более образованный. Вы знаете ли, что ничто так не развивает, как знание иностранных языков? Вы знаете? Это, в общем, Карл Маркс сказал, и об этом он был прав. Изучение нового языка это окно в мир. Менталитет иной, подход иной. Это очень-очень интересно. Очень расширяет кругозор. А Павлов, видите, сколько языков знал. Что понял Павлов, когда он принял Малаканин, крещение? Он сказал, молаканство не отражает всей полноты евангельского учения. И он пережил очень сильное духовное влияние Воронина. Я еще хочу подчеркнуть Воронин был как апостол Андрей. Он сам не был великим, но он приводил великих ко Христу. И он, представляете ли, он был вот этим таким духовным авторитетом для Павлова. Духовное влияние Воронина. И что можно, что нельзя. И он продолжал быть купцом. Ну, это ничего. Купец, купец. Купил, продал. Но он еще занимался ростовщичеством или имел дело с ростовщиками. И вот община решила, что это несовместимо иметь интересы, наживаться на деньгах. Вы знаете, что это у нас до сих пор сохранилось такое мнение, что христиане, это не дело христианина. Вот водкой торговать, там ростовщиком там быть, вот так называть. То есть банки работать нельзя. Не трудолгого процента давать. Ну, даже банки в процентах. Так это ты на работе, ты сам сидишь и не свои деньги выдаешь. Вот. Ну и значит, Воронина тогда отпущили, он другую общину организовал. И другая община была, вычитывала. Ну, не из подобных себе. Вы понимаете ли, христианин не может без себе подобных. Так вот, как только Павлов крестился, он сразу начал проповедовать в Теприсии и деревнях. Он брался за любую работу, чтобы покупать книги, покупать книги, книги, книги и учиться. Он был продавцом, он был кучером, он был пахарем, он любую работу, он за любую работу брался, чтобы заработать деньги, чтобы учиться, чтобы купить книги. И в то же время проповедник в Теприсии и окрестностях. Проповедники бы жили так. Тогда первые баптисты так. Каждый, кто веровал, кто крестился, становился миссионером. Это обязательно. И они так, отправлялись в деревню, где есть кто-то знакомый, родной, или же Малаканин, или же баптист, ну, пункт какой-то. И оттуда начинали проповедовать. Понятно, да? Потому что из Теприса ты не достигнешь очень, вокруг Теприса только. А так они ездили, там пункты такие образовывались. И необычайно активные были женщины. Вы знаете ли, я вот одно имя записала женщины, Агафья Скороходова, которая была женой баптиста, матерью там сколько-то детей у нее было. Воскресная школа она первая начала учить. Была великая проповедница и очень активное такое первое женское движение Агафья Скороходова. Учитывая, что Павел женился на Тане Скороходова, я думаю, не она ли не из этой семьи. Точно сведения я не имею, но фамилия вот та же самая, может быть, из этой семьи. И вот такая Агафья Скороходова. И тут есть эти слова православных миссионеров о том, что никто не может противостать женщине. Потому что мужчина, он едет, собирает там молокан, проповедует, а женщина вот так, с соседкой за солью, с кем-то белье там вместе стирать, с кем-то там, не знаю, в магазине в очереди постоять. Вы понимаете меня? Вот, я не знаю, как назвать, низовая работа, незаметная такая вот. И вот миссионеры больше всего боялись этой работы, что ничто не может противостать женщине. Мужчина, ты идешь на эту беседу и разгоняешь их там, арестовываешь, ну понимаете ли, ну что ты сделаешь против женщины, которые бегают по соседкам, имеют родственные связи, соседские связи, что ты сделаешь с ними? И они даже взмаливались к женщинам, вы отговорите своих мужчин, чтобы они вернулись в православную церковь. Но женщина отвечает, да вы что, мы только тут свет увидали, прежде мужчин бил, да бил, а сейчас мы как в раю живем с ним, в любви, в согласии. Ну, это вот, видите, как, значит, он начал сразу проповедовать. И знаете ли, доктор Рашбрук, что сказал, тоже есть Павлова, ни одна из баптистских групп всего мира не дорожит так простотой веры, как русская. Простота веры, незаумненная. И никакая другая баптистская группа в мире не ценит так высоко умственное развитие в служении Богу. Это очень такое авторитетное признание, это председатель Всемирного союза баптистов, доктор Рашбрук, что очень ценит простоту и очень ценит умственное развитие. И очень понятно, потому что наше движение крестьянское, низовое. Простота нужна. И нужно умственное образование, потому что лишены его были. Малограмотный народ, неграмотный народ. Поэтому очень дорожим. Вот. И вы знаете ли, в 75-м году община направляет Павлова на учение в Германию, в Гамбург, к Онкину. У нас пышно говорится, в Гамбургскую семинарию не было там еще такой семинарии. Там был Онкин, и был его помощник. В общем, это было такое назидание из уст в уста. По-моему, замечательно. И он, во-первых, богословие там изучил, а второе, он привез гамбургское вероисповедание. Вы понимаете ли, здесь мы подходим к важнейшему моменту. У вас там есть вопрос. Какую роль сыграли иностранные, миссионеры, иностранцы вот в нашем движении. Но они придали форму. Вы понимаете ли, что если бы не было гамбургского вероисповедания, если бы не было образования общин, рукоположения пресвятеров, понимаете ли, церковной дисциплины, образования, проповеди, то мы бы разбежались как расходники. Толк федосеевский, толк поморский, толк филипповский. Понимаете ли как? То есть они здесь сыграли роль организующую. А я особенно не имею в виду Кавказ. Организующую роль. Потому что тут вера на Кавказе она пришла от молокан чтение Библии, изучение Библии, водный молокан. Понятно, да? Вот это такие ступени. Вот. Он вернулся, привез гамбургское исповедание и перевел его. Это исповедание, оно собственно, почему он говорит, русский баптизм, это я, это, не знаю, в первую очередь из-за этого исповедания, или во вторую, в третью. Понимаете ли, он, русский баптизм, это я, потому что он этот путь баптизма прошел, он проповедником был и пастором был, но он привез и это исповедание гамбургское, конкиновское. Он, вот, такое, ну, скажем, кальвинистское исповедание, и строгое. И вот перевел его, и украинские баптисты приняли это исповедание, вот, которые там, на юге, вокруг него были, приняли это исповедание. Это было в 75-м году, в 76-м вернулся и крестил молоденькую девушку, Татьяну Скороходову, на которой женился. Мне брат один жалуется, говорит, вот, говорит, все, в общем не говорят в церкви, женись, женись, а я, вот, все, холостой хожу, и мне друзья говорят, ты себе покай какую-нибудь сестричку, и женись на ней. Потому что, вы понимаете ли, это очень сильный человек, который крещение преподал, человек, от которого она услышала это благовестие. Понятно, да? Это, она всю жизнь будет вот так вот перед ним ходить. А теперь послушайте, ведь Онкин не только научил его богословский, Онкин рукоположил его как миссионера. Он принял из рук Онкина вот это вот, община потом вот тоже подтвердил это рукоположение. Но он, потому что Онкин сказал, это человек с большими способностями, он окажет своим соотечественникам большую услугу. И Ерука положил его на служение. И знаете, какое служение у него будет масштаб? Кавказ, естественно, да? Но и Поволжье, и Украина, и Сибирь, и Дальний Восток, и Центральная Россия. Представляете, как? Вся империя. Ну, вот кроме Петербурга и окрестностей. Это будет Петербургская. Он установил личные отношения с Ратушным, с Рыбошапкой. Это путь к будущему образованию Союза Баптистов. Когда кавказские Баптисты руку братства и общения подают украинским. Пока еще нету съезда. Про съезд было на царствование Александра Второго. Десять лет спокойного развития до того, как его убьют. Много поездок, быстрый рост баптистского движения, штундийского движения по всей Южной России, движения штундизма к баптизму, потому что штундизм это религиозное пробуждение, но не определенного характера и направления. Вы знаете ли, что Господь нас, найдя в этой жизни, не оставляет в одиночестве, а приводит в церковь. По-моему, это изумительно. Понимаете ли, ну что мы там в одиночку? Один в поле не воин. Он приводит нас в церковь. Он вест на церковь божья. Да, поэтому штунизм не определенного направления. Сегодня мы так собираемся, а завтра мы с другими или вовсе не собираемся, а этот потом уехал, переехал, я не знаю как, не определенного характера. А баптисты взяли новозаветное учение и новозаветная церковная организация. И дальше будет величайшее радостное событие у Павлова, которое будет вспоминать как радость, всю свою жизнь будет вспоминать это событие. 1984 год будет съезд в Петербурге. Но об этом съезде я буду рассказывать в связи с Пашковым. поскольку Пашков собирал в Петербург, то этот съезд мы пока оставляем. Но Павлов оставил дневник и в течение жизни не раз возвращался к этому событию, что это самое светлое воспоминание о его жизни. Он увидел высокообразованных людей, просвещенных Божьим словом, полных любви к ним, к мужикам простым, которые признавали их братьями совершенно, ничуть не надмивались над ними, прекрасные обстановки дворцов, где они собирались, дивные вот эти вот очень интеллигентные аристократические подходы с уважением к мнению другого. Вот там он укрепился в этом уважении к мнению другого и умение ждать, когда человек дозреет до принятия решения. А пока надо по-живому резать, оставь в покое, не режь по-живому. Продолжается после этого съезда 1984 год это уже убит царь Александр II и я сейчас вам прочитаю это 1984 год съезд будет разогнан полицией. После этого съезда начнутся репрессии, начнутся ссылки братьев, высылка аристократов, это страшное дело будет. Придется следующий царь. Александр III Но я хочу прочитать журналист того времени, современник всех событий, такой страхов. Он пишет об убийстве Александра II. Пророческие слова. Бесчеловечно убили старикам, которые мечтал быть либеральнейшим и благодетельнейшим царем в мире. Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что в идее это очень хорошо. В идее это очень хорошо. Нет, мы не опомнимся. Нужны ужасные бедствия, опустошение целых областей, пожары, взрывы целых городов, избиение миллионов, чтобы опомнились люди. А теперь только вот так пророчество. Вы понимаете ли, терроризм у нас начался? Это очень сильные слова. я поражаюсь, что же я такой удивительный журналист, который говорит, что это только цветочки. Нужна гибель миллионов, изрывы городов, избиение миллионов, чтобы люди опомнились. Что же мы такое делаем? И понимаете ли, у нас пока еще нет осмысления, что же такое случилось? И покаяния нет, и осмысления нет, и понимания нет. на одной остановке тут за город ехала, времена Ельцина было, она говорит смес, женщина, там, под Ленинградом. Вот Ельцин, такой-сякой розетки. Я говорю, знаете что, при Ельцине верующие в тюрьмах не сидят, мне уже тем он хорош. Она говорит, а что это вздор, выдумки, никто не сидел за веру. Ничего этого не было. Этого ничего не было. Я говорю, знаете что, я историк. не было ничего. И она, знаете, автобус подошел, кстати, мы сели в разные двери, а то она меня убила. Такой ярости набросилась, ничего этого не было. Ничего этого не было. Так что, понимаете ли, вот, и вот, поскольку вот эта начинается эпоха гонений, Павлова ссылают в Оренбург. И вот здесь нам нужно найти Оренбург и жирным фломастером поставить точку. Это в Оренбурге после Павлова останется община до сих пор. Но это будет место его страданий. Он проведет там четыре года, он будет сослан вместе с Воронином и оставлен без всяких средств. Они попытаются что-то землю возделывать, продавать, ну, понимаете, в незнакомом месте, среди незнакомых людей. Ни рынка взбыта, ни... Ну, вы понимаете, надо же на какой-то основе вот что-то делать. Я с огромным состраданием гляжу на людей, которые просят милостыню, которые сорваны со своего места. Я все думаю, где твой домик? Где твоя... где твое местечко? Где твои родные? Где твои братья, сестры, соседи, племянники? Там... Вы понимаете, мы же все живем очень, как сказать... Да. В случае чего нам помогут. Куда нам мчиться в чужой город, на чужие улицы, у чужих людей у нас бы дом сгорел. Милый мой, так ты у себя собирай на свой дом-то среди тех людей, которые в этом доме бывали в гостях. Ну, ладно. Так вот, его сослали в Оренбург и очень они там страдали. И вот здесь у него были горькие чувствования относительно Мазаева. Не было понимания с ним. Первая ссылка в Оренбург. Он прошел, проехал и пешком прошел более двух тысяч километров. Тель-Кавказский хребет, Юлладий Кавказ, на реке Урал, граница Европейской Азии. Он как бы раз показал правильно. Ему запретили проповедь, хотя он стал говорить, но я же проповедую инородцам, ну, не православным, я не совращаю православных, на Кавказе, когда он проповедовал. Ему сказали, миссия между инородцами за привилегии в государственной церкви. Вот. И он там проповедовал. Там он маялся, с огромным трудом вернулся, денег не было на возвращение, там общину собирали ему попутные. Он вернулся к семье, и от него потребовали подписку и не проповедовать. Знаете, скажи, это опять вопрос, да или нет? Ну, скажи нет. И, пожалуйста, живи с женой, с детьми, занимайся своим. Чем там занимался? Он сказал, что он будет проповедовать, и он будет проповедник. Он не может отказаться от того, чтобы делиться с погибающими Божьим словом. И вот тут же отправились в Новый Моринбург на 4 года. И он поехал туда, и в этот раз к нему жена приехала с детьми, поддерживать его там, в Оренбурге. Уже какое-то у него местечко было, где жить. И Таня приехала с детьми туда, и вот тут начались эти самые ужасные страницы. В первый же день там погибла его девочка, старшая Наденька. Она купалась в реке, а там были водовороты, а река незнакомая, и она утонула. Он описывает это, в моем воспоминании цельного. Описывает очень сильно доченька. А потом заболели ТИФом, что ли, заболели все остальные. Все были в больнице, и маленький умер, там, три годика, что ли, было. Младшенькому и другой. В общем, остался в живых Павел, девятилетний, и жена умерла. Вот так вот, он вернулся домой, пустой дом. И он сказал, Господи, как мне жить, когда все дорогое у меня взято. Он провел в таком вот состоянии месяц. Чтобы встать, ему потребовался месяц, он встал. Он получил ответ от Бога. Знаете, есть ответы такие, не так вот, а вот тут где-то. Живи для Иисуса. И это растворилось прямо в нем. видите, живи для Иисуса. И он написал письмо в ту петербургскую общину, где он был так счастлив. Прочитайте мое письмо на собрании. Может быть, Бог побудет сердце какой-нибудь сестры. Она согласится приехать. У меня мальчик, вот, Павел. который возьмет воспитание его и дом, потому что ему хлеб добывать надо. В общем, и Господь подвиг сердце одной сестры. И она приехала к нему. У меня фотография уже их пожилых. Она написала ему, что она приедет, у нее в руках будет платочек. Я не знаю, какой платочек, такой платочек или какой платочек. В общем, по платочку и узнал. Она приехала, послужить Господу, послужить Ему. Это не любовь, как к танечке юная, а это помощница. Это дивная женщина. Вот уже они старенькие. Вот она, вот он уже старенький. Вот это Павел выросший, Павел, жена, певица. Вот детки, как бы внуки. Бог все восстановил полный дом опять у него. людей, детей. И вот это женщины смиренные. Я один факт хочу про нее сказать. Рассказал мне Сергей Петрович Хадюхин, которому рассказал очевидец. Просто один штрих, который показывает характер их отношений. Он вернулся это уже после ссылки. Он опять миссионер, он опять большие расстояния мерит, приходит домой, садится на скамейку около дома, такой уставший, что нету сил пойти в дом. У вас бывало такое состояние, что дом-то вот он тут. Сил войти нету. Он сидит на скамейке. Она выходит с тазиком горячей воды и моет ему ноги. И он встает на эти ноги и идет. Вы понимаете ли, какой тип? Не то, что она служанка, но она мать, друг, помощница, заботливая. И знаете ли, что я читаю о жизни Павлова, это я вам просто многие моменты пропустила их семейной жизни. Потому что вы понимаете ли, ведь община тифлистская рукоположила нескольких бракет на миссионерский труд. Одного на три месяца, другого на шесть месяцев, Павлова на год. Вы понимаете ли? Он получает содержание от общины. Община платит ему эти денежки, чтобы он был миссионером. А у него там Мишенька заболевает. То жена слабая, легкие у нее, надо в горы ее везти, поправлять. То у них следующее дитя заболевает. Вы знаете, что? Я не могу вам сказать, я ужасно, может, вещь скажу. Когда Бог их всех взял, мне стало на дружину как-то легко. Бог их взял, они у Господа все. говорили. Потому что какой из него служитель, когда о жене позаботится, о Мишеньке позаботится. Понимаете ли, может быть, пасторы могут быть, а миссионеры не знают. В общем, я просто вам в своем чувствовании говорю, что я как-то подумала, Бог взял, Бог его освободил. И знаете ли, это многие вещи бывают. Ты хородишь, ты рыдаешь, ты платишь, а тебе потом мне братья, мне братья говорили, Марина, что Бог взял у тебя мужа, Он же тебя освободил. Мы тебя раньше боялись сказать. А я говорю, да. Не потому, что муж такой был, а потому, что он был неверующий. И у меня все силы уходили только молиться за него. И угождать ему, и ухаживать за ним. И что тебе мирничий мой сделать, и что тебе еще порадовать, и как тебе еще все... Он очень изменился, он приблился к Богу, насколько мог, Бог знает его состояние. Но я была занята только им. Вы понимаете, только им. Встречать его с работы, слушать его рассказы, готовить вкусные блюда, покупать красивые сервизы, выискивать рубашки, галпы. Вы понимаете ли как? Вот его, в 83-м году Господь взял его, не знал, как там жить вообще дальше. Но, понимаете ли, у меня новая жизнь началась. Я лучшее время своей жизни. Я прибираю всю жизнь, и лучшее время жизни. Спасибо.